Привет, это Навальный. Нет, я не могу оставить этого человека в покое, потому что третий, третий Бентли у самого мерзкого депутата Госдумы — это слишком. Воспринимаю это как просто вызов фонду борьбы с коррупцией, поэтому, как только посмотрел декларацию депутата, а все декларации публикуются именно сейчас, в апреле, сразу пошел записывать это видео, чтобы вы сначала разделили мое возмущение, а потом увидели небольшое возмездие. Молодые люди, не скучайте, сейчас будет весело. Депутат Слуцкий, глава комитета по международным делам, широкой публике стал известен после того, как сразу несколько журналисток пожаловались на его сексуальные домогательства. Он приставал к ним прямо в своем кабинете в Госдуме. Ну а мы следим за ним, потому что он еще и страшный жулик и коррупционер. Мы вам уже рассказали о... ...незадекларированном гектаре земли на Рублевке. Прямо рядом со своей дачи он хапнул гектар леса и не декларировал его 10 лет подряд. О новом Майбахе за 12 миллионов, которые он купил себе в дополнение к Бентли Континенталь и к Бентли Бентайга, которые у него уже были. О 825 штрафах, которые он заработал за 9 месяцев, будучи водителем-психопатом, игнорирующим правила дорожного движения полностью. О пентхаусе площадью 562 метра за 400 миллионов рублей, который каким-то волшебным образом оказался в собственности у безработной жены Слуцкого. Уже случаев с журналистками достаточно для того, чтобы Слуцкий ушел в отставку добровольно. А уж любого из перечисленных пунктов о коррупции по закону хватает для того, чтобы вышвырнуть его из Госдумы. Напомню, что застройщик того дома, где находится пентхаус жены Слуцкого, то он прямым текстом говорит, да, мы отдали ему этот пентхаус как взятку. Ну что еще, что еще нужно для возбуждения уголовного дела? Тем не менее, ничего не происходит. Слуцкий как был, так и остается депутатом. Мало того, он полностью реабилитирован комиссией по этике. Набросить на Россию сетку дискредитационной механики с ключевым словом «харасвен» не удалось. Моя популярность, в том числе со знаком «плюс» резко выросла. И вот давайте с вами просто логически порассуждаем, представим себя на месте Слуцкого. Вся страна тебя полоскает полгода. Твое поведение рассматривают на спецкомиссиях. Журналисты из-за тебя объявляют бойкот Государственной Думе. Ты еле-еле, ну как-то видимо за деньги, избегаешь наказания, вися фактически на волоске. Ну и как бы разумным решением выглядит, что стоит некоторое время вести себя потише. Но настоящий Слуцкий в ответ на это рассмеется своим мерзким депутатским смехом. Это мы с вами высчитываем, сколько ж лет ему нужно работать, чтобы приобрести хоть один автомобиль из его коллекции на официальную зарплату. А Слуцкий что делает? Открываем его декларацию и смотрим вместе. Он покупает своей жене еще один, третий, третий Бентли. Да что ж такое-то? Видимо, все время ездить на одном не круто. Как лох получается, и поэтому ему нужен Бентли для поездок на дачу. Бентли для поездок на работу и Бентли для поездок в магазин за продуктами. На этот раз куплен Бентли Мульсан с удлиненным кузовом. Он еще дороже любого из предыдущих Бентли Слуцкого. Стоит 30 миллионов рублей. Теперь вы задаете мне вопрос. Слушай, а может у этого Слуцкого и доходы выросли в 30 раз? Пропорционально. Должен же этот жулик хоть как-то объяснять, откуда он берет деньги на все это. Ха! Нет! Все ровно так же. 5 миллионов рублей это ровно депутатская зарплата и ни копейкой больше. Ну вот что ты делаешь, Слуцкий? Что? Ты депутат, слуга народа, интересы представляешь, прости господи, электората своего. Твоя деятельность привлекает внимание. До какой степени надо оскотиниться, чтобы так показушно, так откровенно и нагло пихать просто всем в лицо свое незаконное богатство. Слуцкий нас очень взбесил. Если бы я был бы у власти, то он бы уже сидел в камере под следствием. Но поскольку власти пока такие же Слуцкие, то мое небольшое возмездие будет в том, что в главной, так сказать, эксклюзивной части этого ролика я просто всей стране расскажу, откуда Слуцкий берет деньги. И буду основываться только на официальной информации. Что за листочки я держу в правой руке? Это декларация Слуцкого с сайта Государственной Думы. Вот именно ее мы с вами только что смотрели и обнаружили там третий Бентли за 30 миллионов. А что за увесистую стопочку я держу в левой руке? Это тоже декларация Слуцкого, но не та, которую Госдума великодушно публикует для нас с вами на сайте. А настоящая, полная или расширенная, как ее называют сами депутаты. Это тот документ, который каждый депутат подает в аппарат Государственной Думы и который там анализируется на предмет коррупции, ну или вообще чего-то такого подозрительного. А потом, ну вот уже в сильно, очень сильно урезанном виде это вывешивается на сайт. Я публикую этот документ полностью. В нем 23 страницы. В нем куча данных о жизни нашего любителя Бентли, его номера счетов, адреса. Ну, думаю, что Слуцкий по этому поводу, конечно, будет переживать. Но что подделать? Общественный интерес. Вам же наверняка интересно. Ну вот как, хотя бы чисто механически, российские воры-чиновники, зарабатывая официально 5 миллионов рублей, покупают себе что-то за 50 миллионов? Или откуда у них берутся госсдачи на Рублевке? Или то, ну сколько на самом деле у них хранится на банковских счетах? Все ответы есть здесь. В той части декларации, которая касается жены Слуцкого, счастливой обладательницы новенького Бентли Мульсан за 30 миллионов рублей. Смотрим с самого начала и видим классную деталь. Указано, что жена Слуцкого, Лыскова Лидия Дмитриевна, пенсионерка, не безработная, не самозанятая, а именно пенсионерка. Я вам скажу больше, мотаем вниз. Жена Слуцкого, обладательница трех Бентли и 600-метрового пентхауса в центре Москвы, эту пенсию реально получает. Она ее оформила, она сходила в пенсионный фонд, принесла документы и теперь ей ежемесячно на карточку капает 18 тысяч рублей государственной пенсии, которые она декларирует. Никакого другого дохода у нее нет. Теперь мы ищем самую интересную для нас часть и то, ну ради чего мы, собственно говоря, с вами сегодня собрались. Откуда же взялся Бентли? А вот откуда. Бентли был куплен за 28 миллионов 200 тысяч рублей, из которых 3 миллиона 200 тысяч пенсионерка заплатила сама, а 25 миллионов она взяла в долг. Что? Кредит на 25 миллионов на Бентли? И его дают пенсионерке с доходом 18 тысяч? Как такое может быть? Уверен, что обычной российской пенсионерке с таким доходом и на хорошую стиральную машину кредит будет взять довольно сложно. А здесь 25 миллионов на покупку элитного автомобиля. Разгадка есть в этом же чудесном документе. Мотаем до конца и видим, что деньги Жнаслудского получила взаймы. Отдал ей их некий Юшваев МЮ. И сделал он это просто так. Займ беспроцентный на 10 лет. Юшваев МЮ, как подскажет любому, 5 минут гугления, это Юшваев Мардахай Юшваевич, 34-летний джентльмен из Баку. А теперь посмотрим, чем же этот загадочный Юшваев занимается. И сразу же видим его фирму ООО «Аккорд Спецстрой», которая только в прошлом, в 2018 году, в год щедрого кредита для жены депутата, выиграла тендеры на 3,3 миллиарда рублей. В жесткой схватке с другими претендентами компания Мардахая получила право отремонтировать более 300 тысяч квадратных метров дорог в Центральном административном округе Москвы. Это десятки улиц, переулков, на которые там уложен асфальт, тротуары, бордюры любимые, собянинские. Кроме этого, фирма выиграла конкурсы на капитальный ремонт обычных многоквартирных домов в Москве. И здесь самое время ответить на вопрос, а зачем московским строителям давать взятки Леониду Слуцкому, главе Комитета по международным делам? Не сомневаюсь, что это связано с папочкой депутата Слуцкого. По многочисленным сообщениям СМИ, Слуцкий является внебрачным сыном другого, гораздо более известного и даже легендарного депутата Единоросса, Владимира Ресина. Пусть вас не смущают несовпадающие отчества и фамилии. Несколько источников, например, Медузы, подтвердили, что Слуцкий называет Ресина папой. И они приезжают даже на работу вместе в Госдуму. Ну и сами посмотрите, они буквально не появляются друг без друга. Так вот, Ресин многолетний глава стройкомплекса при Лужкове. А сейчас он помощник патриарха Кирилла и советник Сергея Собянина. Ресин до сих пор является одним из самых влиятельных людей в структурах власти города Москвы. Таким образом, мы с вами вот за три минуты чтения официального документа выяснили, что перед нами классическая взятка. Давайте даже отбросим детали. Что у нас остается? Хозяин крупной строительной фирмы дает жене депутата Госдумы беспроцентный займ 25 миллионов рублей. У сотрудников ФСБ, которые были обязаны вычитывать эту декларацию, ну просто сразу должна была загореться красная лампочка. Коррупция, коррупция, взятка. Давайте там прокуратура, Следственный комитет, Путин, чекисты. Разбирайтесь. Ну вот же он документ. Он официально подан в аппарат Госдумы. Он подписан. И эта подпись, это просто как явка с повинной. Доказывать ничего не надо. Но я вам дам еще один смешной пример. Вы помните, что у Слуцкого был Майбах. Тот самый Майбах, на котором этот депутат-извращенец нарушил правила дорожного движения 825 раз. А теперь он из декларации пропал. И здесь мы видим почему. Депутат продал его. Внимание, за 200 тысяч рублей. Какая странная сделка. Зачем же продавать за 200 тысяч рублей автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей. Как же так получилось? Мы разбираемся и находим очередную махинацию слуги народа. Майбах он продал. Продал. Через месяц после нашего расследования. Продал он его, разумеется, фиктивно. И на самом деле просто переоформил. Чтобы мы больше не могли следить за его штрафами. На автомобиле сменили номер. Вот посмотрите. На этом скриншоте видно уникальный ВИН автомобиля. И то, что номер и владелец сменились в апреле 2018 года. Мы с вами гуглим уже новый номер. И на первой же фотографии, конечно, видим нашего замечательного Слуцкого. Который садится в тот же самый Майбах. Фотография сделана в ноябре 2018 года. То есть через полгода. После так называемой продажи. Вот еще несколько фотографий. Старый водитель Слуцкого, но уже с новыми номерами, едет по выделенке. Классика. И вот еще одна. Снова встречка. И снова Майбах на ней. Приближаем. И видим мерзкую рожу депутата Слуцкого на пассажирском сиденье. Машина не задекларирована. Повторяю еще раз. И громко. Для всех проверяющих. Вот фотографии Слуцкого с машиной, сделанные в разное время и в разных местах. Он ей пользуется. А вот декларация. Там Майбаха нет. Еще один очень характерный пример. У Слуцкого есть собственная большая дача на Рублевке. Но нужно же нас с вами еще что-то содрать. И Госдума предоставляет ему еще одну служебную государственную дачу. Тоже на Рублевке в четырех километрах от его собственной. Ну, нахрена мы с вами должны оплачивать ему госдачу, если у него есть своя? А вот должны. И Слуцкий поясняет это в декларации. Его дача в его собственности, но в пользовании у жены и у дочери. Значит, ему нужна отдельная. А ты, россиянин, не выпендривайся и оплачивай. Короче, когда вы, дорогие зрители, в следующий раз услышите о непримиримой борьбе Путина с коррупцией, а то, как Путин взял под контроль и как безжалостно выдавливает коррупционеров из власти, вы вспомните, пожалуйста, этот ролик. Зайдите и перечитайте этот документ, перечитайте мой пост. В руках Путина, Государственной Думы, Бастрыкина, Чайки, тысячи таких документов. 10 лет подряд каждый из 450 депутатов ежегодно отчитывается и присылает вот такой очень подробный документ, на который достаточно потратить 5 минут, чтобы увидеть 5 составов разных преступлений. Знаете, какой средний доход депутата Госдумы от Единой России? 25 миллионов рублей. И я вам гарантирую, что там все вот такое, как у Слуцкого. Начальник Слуцкого, председатель Госдумы Володин, знает о том, что Слуцкий и Ресин воры и взяточники. Но он ничего не делает, потому что он такой же вор. Председатель партии Слуцкого, Жириновский, конечно, знает, что Слуцкий вор, но ничего не делает, потому что он тоже ворует, да еще и процент берет у нашего героя. Начальники этих начальников, ну, кто там может быть, Кириенко, Войно, та же самая ситуация. Те, кто должны проверять и контролировать. Пастрыкин, Чайка, Бортников, Патрушев, Медведев. Каждый из них долларовый миллионер. Ну и что они могут предъявить этому Слуцкому с его несчастными тремя Бентли? Ну и Путин. Во главе всего этого, разумеется, Путин. Самый богатый среди них и главный коррупционер в стране. Ровно это и есть знаменитая путинская вертикаль. Регистрируйтесь прямо сейчас в умном голосовании, чтобы на сентябрьских выборах голосовать против этой банды. Помогите нам с распространением ролика. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова